Доклад, в общем-то, посвящен такой теме, теме пациентов, находящихся на заместительной почечной терапии и в котором проводились либо проводятся оперативные вмешательства урологического характера. Ну, для начала хотелось бы рассказать ситуацию вообще, что у нас со службы гемодиализа в Красноярском крае, как обстоит ситуация. Здесь динамика количества больных, находящихся на гемодиализе за последние 10 лет, то есть количество этих больных с 82 человек увеличилось за 10 лет до 478, то есть практически количество пациентов на гемодиализе за 10 лет увеличилось больше, чем в 6 раз. Смертность также находится примерно в абсолютных значениях на одних цифрах, но динамика смертности уменьшается из года в год. В первую очередь связано это с качеством проведения гемодиализа и более детальным лечением пациентов. Количество пациентов с урологической патологией на гемодиализе также ежегодно растет и эти пациенты ежегодно увеличиваются. За последние 10 лет количество пациентов, находящихся на гемодиализе с урологической патологией, увеличилось больше, чем в 6 раз. Целью нашего исследования было изучение группы больных с урологической патологией, приведших к терминальной почечной недостаточности и назначения им заместительной почечной терапии в виде гемодиализа и анализа послеоперационных осложнений. Структура причин терминальной хронической почечной недостаточности у больных урологической патологии можно отметить, что в первую очередь основная группа это пациенты с мочекаменной болезнью и пациенты с мочекаменной болезнью это основная урологическая проблема, которая приводит к терминальной почечной недостаточности. Также достаточно большое количество – это аномалии развития урологической системы, онкопатология, инфравизикальная обструкция и нейрогенный мочевой пузырь. Достаточно большая группа пациентов – это мочекаменная болезнь. Количество пациентов на гемодиализе с урологической патологией, в котором проводились оперативные вмешательства в анамнезе, также увеличивается ежегодно. Потому что количество вообще по популяции таких пациентов становится больше. И за последние также 10 лет это количество увеличилось более чем в 8 раз. Критичество больных, то есть так как у нас в больнице, только у нас в больнице проводится оперативное вмешательство у больных, находящихся на гемодиализе, тоже ежегодно растет. И за последние 10 лет это количество увеличилось более чем в 10 раз. Структура оперативных вмешательств. В основном, конечно, это были малоинвазивные вмешательства. Это пункционная нефростомия, дренирование, тракарноцитостомия. Ну и также выполнялись нефректомии и в одном случае резекции почки. Это все выполнялись операции по срочным либо неотложным показаниям. При анализе лабораторных данных можно отметить, что все пациенты, находящиеся на гемодиализе, они находились в ту или иную стадию аномии, то есть исходно. В междиализном периоде степень аномии увеличилась. После операционного периода она увеличивалась. Аномия оккупировалась. Связано в основном это с тем, что после операционного периода проводилась заместительная гемотрансфузионная терапия. И перед выпиской отмечалась стабилизация в общем-то состоянии. Пациенты выписывались удовлетворительными показателями. Также отмечается динамика примерно такая же по эритроцитам и лейкоцитам. Все пациенты, находящиеся на гемодиализе, имели исходную тромбоцитопению, которая в послеоперационном периоде отмечалась ее значительное увеличение, но стабилизация при выписке пациентов. То, что касается азотемии. В общем-то этот показатель наиболее важен для нас. Пациенты при госпитализации отмечался достаточно высокий уровень мочевины. В междиализный период этот показатель уменьшался, в послеоперационном периоде увеличивался. И при выписке отмечались наиболее низкие значения показателей мочевины. То же самое касается и креатинина. То есть по креатинину даже динамика более положительная, потому что, еще раз повторюсь, что пациенты в основном поступали в неотложном состоянии с явлениями анурии. То есть высокий при госпитализации уровень креатинина. В междиализном периоде он несколько снижался. И при выписке уровень креатинина становился относительно удовлетворительным для пациентов в популяции гемодиализа. Показатели электролитов в принципе находились на стабильных значениях. И не имели особых каких-то изменений за весь период госпитализации. Единственное, можно отметить это концентрацию калия. Также достаточно важный показатель для врачей гемодиализа. Ну и для нас, как для врачей, которые занимаются урологической патологией. То есть высокий уровень калия при госпитализации. В междиализный период он падает и, безусловно, в послеоперационном периоде отмечалось увеличение уровня калия и стабилизация его при выписке. Была отмечена особенность выполнения гемодиализа по проведению ультрафильтрации. Если в междиализный период количество ультрафильтрации составлялось 830 мл, то в послеоперационном периоде ультрафильтрация увеличилась практически до 1 литра. Связано в основном это с тем, что пациентам проводилась инфузионная терапия. То же самое касается гипоиренизации. То есть гипоиренизация у этих пациентов отличалась. То есть если в междиализный период количество гипоиренизации составляло порядка 4-8 тысяч, то даже в послеоперационный период количество гипоиренизации уменьшалось. Однако при анализе структуры послеоперационных осложнений нам было выявлено достаточно большое количество осложнений, связанных с наличием формирования гематомы или кровотечения послеоперационной раны. То есть это количество было достаточно высокое. Практически у половины пациентов после открытых оперативных вмешательств отмечалась высокая кровоточивость и формирование либо гематом, либо нагноение послеоперационной раны. То же самое касается и после примало инвазивных вмешательств. До 90% у пациентов отмечалась длительная кровоточивость, усиливающаяся после стандартного сеанса гемодиализа. И в двух случаях, это 5%, потребовалась необходимость ревизии почки при проведении пункционной нефростомии. Структура смертности. Если говорить о популяции пациентов на гемодиализе, то в основной группе структуры смертности пациентов на гемодиализе находится средство судистых осложнений. То, что касается наших пациентов урологических, все-таки основная группа это прогрессирующая уремия, генерализация инфекционного процесса это тяжелый сепсис, сердечно-сослужистые осложнения находятся на третьем месте. И, в общем-то, нас больше все-таки волнует, получается, именно кровотечение. То есть даже в 8% случаев пациенты погибали от неконтролируемого кровотечения, с которым справиться было практически невозможно. Почему же возникали гемогрологические осложнения? То есть связано со структурными изменениями функциональных изменений гемостаза, которые в первую очередь связаны с уроймией и наличием антикоагулянтов в крови при применении гемодиализа. В общем-то, это заставило нас провести определенный поиск литературы для решения этой проблемы. И было обнаружено, что есть клинический диализ руководства Сугея Лохмата, что для снижения рисков послеоперационных осложнений целесообразно проводить гемодиализ с минимальным количеством гепаренизации. Технику проведения я не буду на ней заостряться. Единственное, хотелось бы привести определенную цитату, что при использовании такого диализа полное тромбирование диализатора встречается только в 5%. Это, безусловно, очень низкий процент, если сравнивать с тем количеством геморрагических осложнений, которые возникают у этих пациентов. Ну, тогда, значит, что гепариновый диализ является золотым стандартом, то есть у нас был вопрос. И в течение 2014 года, то есть на протяжении последнего года, у нас проводился диализ, проводился таким пациентом без гепариновый диализ. Эта группа составила 23 пациента. В результате геморрагические осложнения после открытых оперативных вмешательств были зафиксированы только в 10% случаев, а при малоинвазивных в 18%. Ну и если сравнить открытые оперативные вмешательства, вернее так, без гепариновый диализ и обычный сеанс гемодиализа, то, безусловно, количество геморрагических осложнений, возникающих при данных видах гемодиализа, они, безусловно, отличаются. То есть без гепариновый диализ при открытых оперативных вмешательствах может позволять снизить риски геморрагических осложнений до 4 раз и в 4 раза уменьшаются риски развития геморрагических осложнений при малоинвазивных вмешательствах. Ну вот выводы. Хочется просто заостриться, что за 10 лет количество пациентов на заместительной почечной терапии в 6 раз увеличилось на территории Красноярского края. Количество урологических больных ежегодно увеличивается на 50% и количество урологических пациентов за последние 10 лет также увеличилось в 6 раз. Операция, которая выполняется у пациентов на заместительной почечной терапии увеличилась в 14 раз. И очень высокая вероятность развития геморрагических осложнений у этих пациентов, безусловно, требует поиска решения этой проблемы. Вот у нас эта проблема была решена путем применения без гепаринового диализа. Благодарю за внимание.